Продолжение следует... Ну и поэтому, собственно говоря, сегодня я бы хотел с вами разобрать такие вопросы, которые обычно не очень, ну даже, скажем так, пугают даже студентов, которые изучают физиологию в вузах, ну и школьников тем более, которые считают, что это надо как-то проскочить, выучить нужные слова, ну и больше это не вспоминать никогда, и не дай бог это попадется где-нибудь на экзаменах или на Олимпиаде. Вот хотел бы, чтобы у вас не было такого представления, поскольку на самом деле вся вот биофизика, которую кто захочет заниматься, может будет разобрать более подробно, она очень там умозрительная и очень наглядная. И, в общем-то, не обязательно даже обладать какими-то глубокими знаниями, чтобы понять, а что, собственно, происходит при формировании трансмембранного потенциала, что нужно, чтобы был потенциал действия, и как все это устроено, можно вполне в картинках разобрать. Вот, но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, я бы немножко хотел поговорить об истории физиологии, о том, как, собственно говоря, электрофизиология достигла тех успехов, на которые мы сегодня будем опираться. Ну, для начала давайте поговорим о том, а что же, собственно, такое физиология и какой группой вопросов она занимается, да, где у нее соседи, да, а какие процессы, собственно, входят в ее ведение. Ну, видите, что определение звучит так, что она изучает жизнедеятельность, то есть изучает процессы, а именно как происходят те или иные изменения в организме, да, как регулируются те или иные функции. То есть первый акцент физиологии — это процессы, а второй, как бы ее ограничивающий, то есть если вот анатомия, например, увлекается больше структурами, да, или там цитология, да, то физиология больше процессами. Она некоторые детали делает в виде схемок и немножко даже подвирает в этом смысле. Вот, а второе — это то, что она апеллирует клетками, тканями, целыми организмами и чуть-чуть залезает в их взаимодействие. То есть основной прицел физиологии — это ткани и органы, да, то есть вот это вот место, как бы такой классической физиологии, ну, естественно, поэтому она ограничит и с биофизикой, и с молекулярной биологией, биохимией. И социологией, медицина, естественно, плотно взаимодействует с генетикой, вот, но это как бы уже соседи вокруг физиологии. Ну и так, теперь давайте перейдем к истории физиологии. Конечно, всех великих исследователей мы не сможем уплянуть, но такие какие-то вехи, откуда все пошло, мы попробуем с вами все-таки разобрать. Потому что это не только полезно, но и вообще очень увлекательно. Вообще история физиологии — это такая прям вот детям очень интересная, они там смотрят, как вот это все схемки работают, очень как-то конструктор. Вот, ну, началось все еще, видите, в античности, вот, тогда как раз физиология начала как-то зарождаться внутри знахарства и такой вот античной медицины, потому как стало понятно, что хотя все люди разные, да, и как-то искали средства лечения подбором, но есть какие-то общие принципы. И вот натурфилософия здесь дала физиологам, таким вот натурфизиологам некую почву, учение о средах, да, что вот есть воздушная, огненная среда, твердая среда. И вот в человеке это все сочетается, и когда эти все среды, они находятся в гармонии, то человек здоров. Если какая-то из сред заполняет больше, чем ей нужно, то человек заболевает, да, и причем в этом смысле болезни бывают разные. Вот, и когда это идет, ну, не переходят какие-то границы, то мы говорим о темпераментах, вот, а когда сред заходит уже дальше, то начинается заболевание. При этом достаточно, это все была, как бы говорится, фундаментальная наука, можно сказать, зачаток, вот, но была и прикладная ее часть, были подробно разобраны типы темпераментов, да, связь с вегетативными функциями, как мы говорим сейчас, и разобраны стадии болезни, стадии выздоровления, вот, симптоматика. То есть, в общем-то, такой вот античный врач, достаточно, и не имея хотя бы какого-то большого инструментария, да, для изучения, мог достаточно хорошо уже проводить диагностику, ну, а дальше давать уже какие-то рекомендации. И вот очень, ну, клятвый гипофрат, наверное, все про нее, по крайней мере, слышали, что она есть, вот, но там заложены те самые принципы, которые до сих пор, на самом деле, дискутируются биоэтиками, ну, в частности, про то, нужно ли сообщать больному о его диагнозе, если он может ухудшить состояние больного, да, там, сказать, что он там неизлечим, да, а вдруг это неправда, да, нужно ли брать деньги, да, и когда брать деньги с пациентов, нужно ли разглашать другим, да, о том, здоров он или нет, или если болен, то чем, да, нужно ли там лечить врагов, да, нужно ли, значит, врача, врачи там должны ли помогать друг другу, и на каких основах. То есть, там действительно заложено то, чем сейчас пользуются врачи, ну, в общем, при обучении в вузах и дальше своих деятельностей. Вот, ну, натура философии, на самом деле, на этом, как бы, развивалась дальше, да, как видите, это, как бы, классическое античное время, а позже уже, к началу тысячелетия, была достаточно хорошо разобрана атомистическая теория, ну, и считалось, что все мы состоим из атомов, атомы бывают разных форм, там, с крючочками, там, квадратненькие, кругленькие, вот, тяжелые, легкие, вот, и вот, собственно говоря, ткани состоят тоже, и клеток тогда еще, как бы, так не считалось, но вот, что ткани состоят из этих разных элементов, вот, и действительно, что можно какие-то растворимые, вот эти кругленькие, колюченькие и прочие вещества добавлять, и они будут оказывать то или иное фармакологическое действие. То есть, на самом деле, очень близко уже тогда наука подошла к молекулярным механизмам, ну, скажем так, к открытию, вообще, молекулярной природы всего происходящего. Вот, ну, дальше шло развитие через историю арабской медицины, она была очень предметно ориентирована, очень много было открыто лекарств, вот, но она в целом сильно много брала из индийских и из античной медицины, вот, ну, к сожалению, время про это у нас рассказывать нету, вот, и электрофизиологии, в общем-то, там пока еще особого не было. Ну, и где-то, вот, видите, до начала эпохи, уже так зрелой эпохи возрождения, в Европе была запрещена вивисекция, нельзя было вскрывать трупы там и изучать их, поэтому, в общем-то, представления о теле человека были весьма условные, все, в общем, отсылались к тому же, там, Аристотеле и к античной школе, а там тоже про это известно было немного. И вот в эпоху возрождения начались вот эти анатомирования, и вот известный всем, да, исследователь Рене Декарт, он как раз постулировал рефлекторный принцип организации движений. Вот картинка здесь представлена справа внизу, вот человек там обжег себе ногу, некие духи бегут по нервам в мозг, и опять же, кедухи возвращаются к мышцам, и мышца отдергивается стереотипным образом. И это врожденное свойство. Видите, все, в общем-то, неизменно дошло до наших дней, кроме того, что тогда еще не было открыто электричество, и пришлось называть это духами. Причем он даже измерил, что скорость проведения этих духов, она конечна, она очень быстрая, но она не мгновенна. Вот, ну, далее все стало развиваться по экспоненте. Да, вот один из исследователей Гарви, который, собственно, считается основателем физиологии, вот, и, собственно говоря, 628 год, это считается годом появления физиологии как отдельной науки, потому что он доказал, что есть круги кровообращения, но надо сказать, что до этого артерии, откуда пошло слово, воздуховоды, считалось, что по артериям течет воздух из легких в мозг, вот, а мозг вообще нужен для того, чтобы охлаждать, значит, горячий дух, да, воздух и кровь, которые сердце, как носитель души, вот, собственно говоря, бывает слишком человек горячий, темпераментный, вот, ну и, собственно говоря, эта кровь с воздухом устремляется в мозг, а мозг ее охлаждает, возвращает обратно уже не такой горячий. Вот, это, собственно говоря, функция мозга, ну, так, если чуть-чуть подумать, то функция лобных долей коры, она в основном тормозная, да, контролировать нашу эмоциональную систему, так что что-то в этом было из опытов, вот, ну, как видите, методический материал, методологическая база была проста, вот, брали человека, перевязывали ему, стягивали артерии и зажимали пальцем вены в разных местах и смотрели, как они сдавливаются, не сдавливаются. Были открыты, таким образом, клапаны, вот, на венах открыты, куда течет кровь в одну или в другую сторону по артериям, то есть все достаточно было наглядно. Движемся дальше, от человеков, которых, как бы уже тогда было понятно, что живых препарировать негуманно, перешли к первым животным объекте. Вот лягушка, перед нами классический эксперимент Луиджи Гальвани, вот, который брал цинковую медную проволочку, соединял их к нерву, да, и к мышце, и мышца отдергивалась, то есть, и было показано, что там появились эти электромашины, да, которые давали искры, и вот, собственно говоря, было выяснено, что вот эти самые искры у лягушки и в молниях, они имеют одну и ту же природу. Вот, ну, таких опытов стало много, да, и вот, видите, потребовалось еще где-то около 100 лет, чтобы из этих опытов стало вырисовываться, что, собственно говоря, можно брать не всю лягушку, а только нервно-мышечный препарат, да, вот нерв с тем самым вот этой электрической пары гальванической, вот, и видно, что если мы повредим кусочек мышцы, ну, мы сейчас уже знаем, что оболочки разрушить, и что потенциал действия, который бежит по мышце, и приложить туда нерв, то будет сокращаться и вторая мышца тоже, то есть, этим было доказано, что мышца тоже генерирует импульс, что нерв не просто проводник некого электричества, которое неизвестно откуда берется, да, вообще было непонятно, где у лягушки там душа какая-то, потому что тот же самый Декарт делил, как бы, человека и животных на две части, на вот механистическую и духовную, да, и вот духи вот эти в головном мозге, они, как бы, имели там связь с божественным или с каким-то внематериальной частью, а дальше они уже каким-то образом наводили, как бы, возбуждение на нервы, те уже механистически действовали. Тут вот было показано, что, видите, и мышца, да, или там нерв может генерировать эти импульсы, вот, и значит, что, может быть, и в мозге происходит что-то подобное. Вот, но, да, доказательство, что в мозге происходит примерно то же самое, что и в нервном мышечном препарате, было еще далеко. Вот, ну и постепенно стало складываться представление о мозге как о неком телеграфе, да, где есть провода, соединенные между собой, да, и реле переключаются туда-сюда. Долгий спор был до начала 20 века, что это одна клетка мозг, то есть синцитий, или это много клеток каким-то образом, скорее всего, электрическим образом, ну, с контактами связанными. И вот на этом фоне эксперименты Сеченова, они, конечно, были революционными, и посмотрите, какой изящный он провел эксперимент, вроде простой, и какие четкие выводы он сделал. Ну, вот, было известно, что если мы кристаллик соли прикладываем к нерву, то мышцы будут сокращаться. Ну, мы знаем, да, натриевый ток нужен для возбуждения потенциала действия. Ну, и куда бы мы там в мозг не прикладывали или к мышце, будут какие-то рефлекторные ответы. Ну, тоже было уже известно, что если в слабую кислоту окунует лапку лягушки, у которой разрушен головной мозг, кроме продолговатого, то лапка будет отдергиваться, потому что в спинном мозге известно было про рефлекторную дугу. Так вот, и он сделал простой опыт. Он положил кристаллик соли на продолговатый мозг. И в этот момент рефлекс перестал реализовываться. Дальше он отмывал эту соль, и опять рефлекс появлялся. Какой же вывод он из этого сделал? Он сделал вывод, что вот в этом месте в мозге есть специальные тормозные какие-то клетки, да, или какие-то процессы, которые избирательно выключают вот этот оборонительный рефлекс. То есть он постулировал, что торможение — это активный процесс, да, осуществляемый мозгом, да, и он локально выключает те или иные рефлексы. То есть этим он как раз первым, кто отставил под сомнение, то, что мозг — это большой телефонный узел, что там есть не только возбуждающие, да, только и связи электрические, но еще есть тормозные какие-то, видимо, клетки, которые локально выключают проведение импульсов. То есть вот это торможение с тех пор, тогда это была очень странная идея, да, непопулярная. Но как сейчас мы знаем, 30% синапсов у нас с вами тормозные. И, собственно, торможение — это один из основных способов, например, обучения, да, дифференцировки сигналов, ну или управления движением. Ну и вот до начала XX века декартовская теория о духах и механистических проявлениях, она так и в каком-то том или ином виде сохранялась, может быть, ну, в несколько более такой уже смазанной форме, вот. И на самом-то деле, может быть, немножко гротеского, но, да, и даже была идея, что вот мозг, да, это черный ящик, и не надо вообще пытаться его изучать, потому что познающий, он не сложнее, чем познаваемый. Поэтому даже с философских таких воззрений считалось, что это просто непознаваемый орган, да, вот как бы он такой же сложный, как тот, кто изучает, значит, он его и не может понять. Вот. И вот что сделал, собственно говоря, Павлов. Он изучал, собственно говоря, выработку пищеварительных рефлексов. Вот опять-таки посмотрите, насколько изящный у него был методический такой набор. Вот. Видите, у него были такие в руках груши, да, которые через трубочку подавали сжатый воздух, вот, и этим сжатым воздухом там кнопочки нажимали, например, там какие-нибудь выключатели, звоночки, вот. Кроме того, там было метрономы, видите, которые измеряли ответную реакцию. Например, слюна капала, она капала на специальную там такую там ложечку, например, там был несколько методик, и качался плечико, значит, самописца, да, такую пружинку оттягивал, и она оставила точечку на движущейся бумаге, да, и параллельно там же метроном ставил рисочки. То есть, что было важно, что не просто нужно было получить некое представление о том, что слюна вырабатывается там на там лампочку, да, это как бы и так было понятно, что этот рефлекс есть. Нужно было измерить латентный период, да, измерить силу рефлекса, да, количественно. Вот. Ну и, собственно говоря, именно благодаря количественному такому подходу Павлову удалось показать, что вот эти самые рефлексы врожденные и безусловные, да, самые простые, и рефлексы сложные или цепочки рефлексов даже, то есть инстинкты какие-то он пытался изучать, они подчиняются одним и тем же правилам, то есть он показал, что природа условных и безусловных рефлексов имеет общие черты, вот, и таким образом он вот открыл окно в мозг, можно сказать, да, то есть он показал, что и он построил некую конструкцию, заключая такую умозрительную, что в мозге просто есть иерархия многочисленных рефлексов, да, многоэтажное такое здание, и каждый следующий рефлекс, он объединяет несколько предыдущих, более простых, вот, и дальше он сказал, что есть пластичность, может образовываться связь между, до этого не связанной между собой рефлексами, и вот если мы это все умножим там на много-много миллионов, то мы получим работу мозга, что в ней нет ничего, как бы никакой дух там не нужен для понимания работы мозга. Кстати, Нобелевскую премию, видите, ему выдали не за это, потому как это, в том числе, по религиозным соображениям было не очень так принято, вот, а за изучение, ну, все понимали, что это прорыв вообще физиологии, вот, и вот ему выдали премию за исследование функции главных пищеварительных желез, то есть за изучение механизмов пищеварения, вот, ну, как бы, признав этим его вклад в науку, но несколько таким косвенным способом. Вот, на самом деле, сейчас представления о выработке палубостих рефлексов, они немножко модифицировались, вот, ну, как и наука должна, как, там, евклидовая геометрия, да, на ней будет дальше, там, Лобачевского, да, так же и здесь она не отменяет прошлые, как бы, исследования, показывает их некую ограниченную применимость, так же случилось с павловскими рефлексами. Вот, ну, и здесь дальше уже активно биохимия, биофизика стала идти рука об руку с физиологией, вот, и действительно началось уже развитие электрофизиологии. Вот, учение Берштейна о биопотенциалах, который мы дальше будем разбирать, показало, что мы можем в банке создать транс, скажем так, если это мембрана, трансмембранный потенциал, и он будет зависеть от термодинамических характеристик. Вот, и на этом как раз учение, и, собственно, была построена вся электрофизиология. Ну, немножко мы промотаем дальше, вот, и что еще было достаточно важной вехой, это открытие то, что не все физиология, это электрофизиология, а еще есть фармакология, да, что без этого мы не можем полноценно изучать мозг. А именно, вот, представленный здесь опыт Отто Леви, да, в 34-м году, он продемонстрировал, что если мы будем стимулировать блуждающий нерв, то сердце остановится. Этот опыт был уже показан, там, за 50 лет до него. Вот, блуждающий нерв, ну, мы как знаем, да, через парасимпатический нерв от стилхолина тормозит работу сердца. Вот это показано. Но если мы соединим сердца общий, это такая пипетка, называется конюля, стеклянная, с двумя горлышками. Вот, если мы соединим их общим раствором, да, ну, сердце будет биться и туда выдавливают свой раствор, то второе сердце тоже через какое-то время уменьшит свою активность. То есть он этим самым показал, что есть некое вещество, которое выделяется из сердца, и оно действует на второе сердце. То есть нерв заставляет выделяться какое-то вещество. Ну, если немножко, так сказать, добавить жизни в эти теории, то надо сказать о том, что когда ему вручали Нобелевскую премию, там в те времена было положено продемонстрировать суть открытия. Сейчас трудно какой-нибудь коллайдера, да, что-нибудь вынести и показать, да, тогда все опыты должны быть как-то проиллюстрированы. Так вот, у него этот опыт не получился во время вручения премии, вызвав некий конфуз, но ее все равно вручили. Ну, поскольку уже было не только эти опыты, уже были в активе у ученых. А, собственно говоря, это достаточно поучительная вещь. Дело в том, что этот опыт может получиться только если вы будете небрежно выполнять препаровку и повредите сердце при вставлении конюли. Тогда у вас, собственно, синапс будет доступен, да, и ацетилхолин выльется внутриклеточное, ну, внутрь сердца, в полость. А если же все сделать хорошо, то, как мы знаем, что синапсы достаточно закрыты, хорошо работают ферменты, которые щепляет медиатор, и так далеко ничего не разольется. Вот. На самом деле, более элегантно и в это же время Казанской школой физиологов была доказана химическая природа синаптической передачи, а именно, что при уменьшении температуры на 10 градусов скорость падает, проведение импульса, в нервно-мышечном препарате лягушки, кстати, все том же, да, скорость проведения падает в два раза, да. Вопрос о том, зачем мы теплокровные, да. Наша температура в два раза выше, чем на улице, даже летом, а значит, мы, получается, на 10 градусов выше, значит, мы в два раза, по крайней мере, быстрее можем проводить через синапсы наши сигналы. Так вот, он, это количество доказали. Вот. Но, к сожалению, опубликовались в Казанском вестнике, значит, физиологии, и никто в мире об этом узнали уже сильно позже опыта фото Лёве. Вот. Вопрос о том, что нужно не просто уметь открывать что-то новое, но и доносить это до окружающей публике. Вот. Ну и то, собственно говоря, что мы сегодня будем разбирать, это уже годы 40-е и 50-е, разработка мембранной теории биопотенциалов. Значит, собственно говоря, базируясь на опытах гигантского аксона кальмара, вот, и, кстати, когда им вручали Нобелевскую премию, по-моему, Кац сказал, что по-хорошему эту премию надо разделить с кальмаром, потому что возьми ему другой объект, у нас бы ничего не вышло. И он был абсолютно прав, потому что кальмар А, он холоднокровный, да, то есть ему не нужно подогревать камерку, да, где они работали, В, он имеет очень большой диаметр, и можно было втыкать в него разные электроды и менять растворы снаружи и внутри. Он живучий, устойчивый, но самое важное, что в нем есть только два основных вида каналов, это натрий и кальевый. И, пользуясь блокаторами, можно было вычленить каждый по одному этот самый токи и понять, что они делают. Возьми они мышцу, там, сердце, где куча разных, там, нейроны какие-нибудь, да, куча позвоночных, у которых очень тонкие аксоны, миелиновые, да, они бы ничего не нашли, да, методически ли, или там, идеологически, когда у вас там шесть видов каналов, да, яды там до сих пор, физиологи сломали голову, кто чем из этих каналов занимается и зачем нужен. Ну вот, видите, они вам построили схему, да, которая вполне себе отражает эту разность потенциалов, о чем мы дальше и поговорим. И, конечно, эта модель блестяще показала природу потенциала действия. Ну вот, собственно говоря, на этом мы можем перейти уже к сути вопроса, что называется, и посмотреть о том, о чем мы говорим, если речь идет о возбудимых клеток. Все, конечно, знают, что нейроны возбудимые клетки, знают, что мышцы возбудимые клетки, да, но некоторые вспоминают, что есть еще вот рецепторные клетки, вот уха, например, да, глазки там или какие-нибудь вкусовые рецепторы, тоже возбудимые клетки, но многие забывают, это здесь изображен гипофиз, да, забывают, что секреторные клетки тоже относятся к возбудимым, то есть все клетки, которые могут быстро и специфически отвечать на стимул, да, определенной модальности, они и будут называться возбудимыми. Вот, но мы с вами сегодня сконцентрируемся только на нейронах, потому что, конечно, тема очень большая. Значит, чем отличается нейрон, ну, даже на электронной микрофотографии или на срезе от других клеток? Его очень несложно отличить, и даже не тем, что у него есть там аксон, дендрит, это на срезе может не попасть, да, вот этот самый, эти структуры так, чтобы их было видно. Но его первое, что отличает, это гигантское ядро, в котором деспирализованная ДНК, то есть это означает, что там идет мощнейший синтез, да, и там открыта большая часть генов, которые вообще работают во всем организме. Дальше мы что можем увидеть здесь, что у нас есть тигроид, да, это эндоплазматический ретикулем. Вот здесь, к сожалению, сейчас не видно вам, но видно мне на экране, а вот здесь на схеме это видно хорошо. Это шероховатый эндоплазматический ретикулем. То есть это означает, что гены открыты, и с этих генов постоянно считываются, да, на рибосомах считываются белки. Ну, можем, конечно, увидеть отростки длинный, это аксон, и часто видно, что здесь начинается миелиновая оболочка на нем. Вот туда не заходит эндоплазматический ретикулем, этим мы его отличаем от дендритов, коротких аксонов. Ну, и вообще много вот этих по периферии каких-то там визикул, каких-то вакуолий, да, аппарат Гольджи развит, да, всякие транспортные визикулы. То есть это клетка с очень большим метаболизмом. Ну, и, конечно же, его отличает то, что у него очень большие размеры, да, до 130 микрон, да, это почти что видимая глазом клетка. Вот, поэтому на фоне остальных клеток, например, здесь глиальные клеточки, они будут такие маленькие-маленькие, раз в 10 мельче, чем этот самый нейрон. Вот, ну, если вам попадется синапс где-нибудь там на электронной фотографии, то мы увидим, что у него есть такая черное утолщение между двумя клетками, и с одной стороны будут визикулы с медиатором, а с другой не будут. Вот это вот очень такая характерная черта химического синапса. Ну, а теперь давайте посмотрим про разно... Да, может вам попасться, например, нейрон в виде среза нервов. Вот там, видите, довольно хорошо видны толстые милиновые волокна, вот, и тонкие милиновые и немилиновые волокна. И здесь мы хорошо видим, что нерв покрыт тремя слоями оболочки соединительной тканной, да, это эндоневрием, переневрием и эпиневрием. Эта оболочка нужна не только для механического какого-то, ну, чтобы нерв не оторвался, да, когда мы там мышцей там работаем, или в случае травмы, гораздо более важная бытовая функция этих оболочек — это изоляция электрических импульсов друг от друга. Собственно говоря, поэтому мы не можем с нерва снять много электричества, так как сердце при кардиограмме, например, да, потому что если у нас потенциал действия с одного нерва перескочит на другой, да, будет надпороговым, то мы захотим пошевелить пальчиком, одернем все рукой, да, или не сможем почувствовать укол там, в какой точке он был. Поэтому все эти оболочки очень плотно запакованы. Вот, ну, разнообразие нейронов, конечно, гораздо больше у беспозвоночных, чем у позвоночных, поскольку они как бы в целом разнообразнее по всем признакам. И вот начинается от веретиновидных нейронов, которые еще могут сокращаться, да, такие нервно-мышечные клетки, до самых специализированных, дифференцированных нейронов, ну, например, каких-то ганглиев краба, вот где, видите, у них тело вынесено отдельно, да, как такая машина для производства белка, а дендриты с синапсом, видите, вот они все на периферии, вот это аксон большой, вот сюда приходят со всех сторон разные отростки от других нейронов. То есть вот они, видимо, по какой-то причине решили отделить метаболическую часть от части передачи информации. Ну, а если говорить о разнообразии нейронов позвоночных, то, наверное, больше всего друг от друга отличаются от псевдоуниполярный или биполярный нейрон, это нейрон, который входит в задние корешки спинного мозга, да, это сенсорный нейрон, который, видите, огромный длинный миеллинизированный дендрит, да, вот было когда-то вопрос в Олимпиаде, какой длины бывает дендрит, да, он может быть у вас и метр, да, если от ноги, да, с каких-нибудь механорецепторов у нас собирается информация, вот она входит, да, в спинной мозг, вот, пожалуйста, длина ноги, это все длинный миеллинизированный дендрит, один причем у данного нейрона, и коротенький аксон, который уже входит сразу в спинной мозг, вот. Ну и какой-нибудь вот здесь изображенный пирамидный нейрон коры, да, какой-нибудь гигантский клетки БЭЦА, вот, пирамидные, у которых такая специфическая форма треугольная, и у которого гнездятся вот на этих крыльях, да, пирамиды, гнездятся множественные клетки, которые, собственно говоря, выбирают, какой сигнал он проведет или не проведет дальше вниз, ну, например, прям к мотонейронам, вот, ну, и вот соотношение длины здесь показано, да, вот это вот сам нейрон, а вот его аксон, да, и ветвистость какая бывает, вот, скажем, у нейронов коры мужичка может быть до 100 тысяч синапсов, да, вот 100 тысяч, подумайте, да, у одного нейрона, да, и вот такое вот огромное дерево нужно ему для того, чтобы координировать наше движение, вот. Вот, ну, теперь давайте все-таки перейдем от того, что мы говорим смежное, да, сейчас мы говорили в основном о цитологии, да, к, собственно, физиологии. Если мы возьмем электрод и воткнем его в нейрон, то мы увидим скачкообразное падение потенциала, то есть мы здесь будем говорить о трансмембранном потенциале, то есть потенциала просто так, это условность, да, его непонятно. Мы всегда его меряем относительно чего-то, да, в данном случае у нас, видите, один электрод снаружи, а другой внутри, то есть мы меряем трансмембранный потенциал. И вот мы увидим, что в разных клетках он будет порядка 0,1 вольта, да, это, значит, достаточно большой, вообще-то, заряд, да, особенно если мы посчитаем толщину мембраны, да, 75 Амстрем, да, то переход, вот эта вот разность потенциалов, да, и сравним, например, вот конденсатор, у которого алюминиевая вот эта вот самая оплетка, да, вот это не алюминиевая, изолятор с людяной, да, там миллиметр, да, то такой конденсатор на таком расстоянии, сравним его с аксоном, это будет десятки тысяч вольт. То есть надо понимать, что нейроны, да, заряжены практически, ну вот по полному, да, вот еще там милливольт 50-100 и будет пробой, да, через эту самую диэлектрическую мембрану, то есть еще больше накачивать уже практически некуда. Ну и чтобы у вас не было какого-то здесь вот секрета, мы давайте дальше разберем, а как формируется, собственно говоря, вот этот самый трансмембранный потенциал. И для начала давайте вообще уйдем от живой клетки, уйдем вообще от клетки, возьмем чашку Петри. Вот у нас чашка Петри, так вот в профиль. Вот мы ее разделим, нальем в нее дистиллированной воды, чтобы нам ничего не мешало, и разделим на две части ее перегородкой. Вот, и что мы сделаем дальше? В этой перегородке мы сделаем маленькие дырочки, значит, причем эта самая перегородка, ну, например, у нас будет заряжена так, чтобы она отталкивала положительные заряды, ну, прям положительно заряженный какой-нибудь полимер, волокно. Да, то есть получается, что эта мембрана у нас будет называться полупроницаемая или избирательно проницаемая. Ну, простейшая такая мембрана, например, шкурка от сосиски, да, она там, что у нас, не пропускает белки, а пропускает воду. Да, вот, пожалуйста, избирательно проницаемая мембрана. Здесь мы возьмем мембрану более плотную, она еще у нас и заряженную. Она у нас будет пропускать только положительные ионы, да, отталкивать отрицательные ионы. Ну, и дальше мы возьмем и насыпем соли. Можно насыпать и обычный натрий хлор, но давайте насыпем калий хлор, просто чтобы дальше нам проще было логически все это развивать в клетку. Да, вот, что будет с солью в воде? Ну, все знают, да, она растворится, и у нас будут плавать отдельные ионы калия, отдельные ионы хлора. То есть, это произойдет диссоциация. Ну, и поскольку для калия эта мембрана, она не является преградой, то что он будет делать? Он будет проникать, в данном случае, в левую часть чашки петли. Ну, почему он будет проникать? Потому что у него будет диффузионный градиент или градиент концентрации. Ну, понятно, что в растворе все ионы расплываются и пытаются выровнять концентрацию по всему раствору. Вот калий у нас пришел в эту часть. Но что получается? Что ведь хлор, который не может пробиться через мембрану, он остается с другой стороны от этой мембраны, да? И калий через какое-то время, да, по градиенту уже заряда, часть калия будет возвращаться обратно. То есть, у нас появится поток калия по заряду. То есть, ну, хлор не будет его пускать. Поэтому у нас ток не остановится. У нас будет два тока в эту сторону и в другую сторону. То есть, и через какое-то время между этими двумя токами у нас будет равновесие. То есть, ток вправо и влево будет одинаковым. То есть, проницаемость у нас высокая, а суммарный ток будет равен нулю. Суммарный нулю. А ток вообще-то будет. И обратите внимание, что при таком вот равновесии у нас вот здесь будет избыток хлора, да? А здесь будет калий. То есть, у нас появился тот самый трансмембранный потенциал, да? И видно, что он будет сохраняться вечно, ну, пока вода не испарится, да? И никакой здесь живой силы не нужно, да? То есть, только разность концентрации. Что еще мы здесь можем выудить из этой модельной, ну, не очень модельной, из этого эксперимента? Смотрите, как вы думаете, что будет, если мы еще сюда досыпем соли? Вот что будет с трансмембранным потенциалом? Вот. Изменится, это понятно. А в какую сторону? Повысит. То есть, посмотрите, сюда мы досыпали, градиент концентрации вырос, часть калия пошло влево, да? И, значит, заряд стал больше здесь плюс, а здесь минус. То есть, здесь мы делаем вывод, что градиент концентрации влияет на трансмембранный потенциал. Причем мы понимаем, что он уже не с коэффициентом линейным каким-то влияет, поскольку только часть калия каждый раз выходит, а с каким-то вот, ну, типа логарифм какого-то, наверное, здесь надо подобрать, да? Чтобы вот он, там, 10 калиев перешло, ну, добавили, и только там 4-2 здесь вот у нас оказалось, потому что часть из них будет хлором удерживаться с той стороны. То есть, что-то мы вот такое должны из себя подумать. Больше того, смотрите, где у нас больше калия, справа или слева? Здесь, справа, да? Да, буква большая. А заряд здесь какой? Минус. Вот на чем студенты спотыкаются. Значит, где калия много, там будет минус. Да, тут надо запомнить. Ну, здесь это очевидно, да? Когда мы это все развернем в клетку, надо не забыть эту мысль. Ну, потому что мы же не можем добавить просто калий. Мы добавляем соль нейтральную, калий-хлор. Поэтому вот этот избыток хлора и дает нам здесь минус. Но калий не выравнивает свою концентрацию, потому что хлор его удерживает. Поэтому здесь калия много, а здесь мало. Здесь минус, а здесь плюс. Ну, по-моему, пока что здесь таких каких-то логических сбоев не видно. Да, потому что не весь калий может выйти сюда. Значит, здесь его меньше. Вот, да, здесь вот не запутаться бы. Значит, вот эти выровненные градиенты. А теперь давайте просто возьмем и вот ту нашу часть, которая была справа, мы ее обернем кружочком. То есть сделаем капсулу, ну, или мицеллу, пузырек. Сделаем его теперь уже не из какого-то волокна, а из липидного бислоя. Его тоже сделать несложно. Вы берете какой-нибудь там либо гликолепид или какой-нибудь там, в общем, тот, у кого есть заряженная головка и хвост незаряженный. Вот, соответственно, что они будут делать в растворе? Они будут пытаться расположиться так, чтобы заряженные части смотрели в воду, а хвосты смотрели друг на друга. И вот мы можем капнуть прям капельку жировую в раствор и дальше вот так его потрясти, да, и потихонечку они вот так вот образуют внутри некие пленки. Эти пленки будут сами сворачиваться в шарики, потому что так энергетически им выгодно. Поэтому, на самом деле, это довольно такая, ну, не очень сложная процедура. Вот, получаются такие вот капсулы. Дальше мы в эту капсулу, так же, как и раньше, впрыскиваем какой-нибудь там калий-хлор, да, и в мембрану мы можем добавить специальные, ну, поры, да, или, как мы говорим, каналы. Да, это тоже белки. Мы уже теперь, видите, движемся все ближе к клетке, которые выделены в чистом кристаллическом виде. Все это можно туда капнуть, заболтать, и мы получим такую вот мицеллу, которые будут каналы для ионов калия, да, и вот эта самая мицелла, да, если мы в нее впрыснем внутрь соль, ну, тут же там калий-хлор, да, или какой-нибудь сульфат, ну, неважно, каким-нибудь анионом, то в ней внутри будет тот же самый трансмембранный потенциал, вот как мы и видели в чашке Петри. Вот будет заряженная мицелла, прообраз живой клетки. Ну, поэтому, видите, у нас уже совсем немножко осталось до настоящей клетки. Вот уже перед вами модель мембраны, ну, скажем, любой клетки, в частности нейрона. Мы видим на ней каналы. Единственное здесь, что мы должны добавить, что она, конечно же, имеет крепление к другим клеткам снаружи и к цитоскелету изнутри, то есть, конечно, структур здесь уже больше. Но нас интересует здесь еще другое, что на самом-то деле мембрана даже аксона, она может быть проницаема для разных ионов, то есть, не только для калия, но, например, для натрия, для кальция, для хлора. Вот. И дальше мы должны понять, хорошо, в прошлый раз, когда у нас только проницаемость была для калия, мы равновесный вот этот потенциал могли считать, я специально не стал вам формулу здесь приводить, по формуле Нерста, можно посчитать, что вот если 30 калиев внутри к одному, то потенциал будет примерно минус 90-95 милливольт. Как бы это вполне все считается, как бы, количеством законов термодинамики. Вот. Если же мы добавляем другие ионы в эту ситуацию, а значит и в формулу, то нас уже будет интересовать, сколько таких каналов находится на этой мембране. Если этих каналов много, да, то, значит, вклад каждого иона будет большой. И, значит, какой разность концентрации его с двух сторон от мембраны, нам очень важно знать. А если же этих каналов мало, или они закрыты, что одно и то же, то нам не важно, сколько этих ионов мы добавили снаружи или изнутри. Поэтому здесь мы уже должны, вот эту самую умозрительную формулу, все ионы должны идти с коэффициентами их проводимости. То есть P, проводимость по иону, надо будет умножать на разность его концентрации. Вот таким образом мы можем уже дальше измерять и сравнивать с теорией реальный трансмембранный потенциал живой клетки. Ну, теперь давайте погрузимся немножко в молекулярную биологию. А именно, пока что для нас вот эти все самые каналы, да, была некая абстракция. Ну, какие-то поры, да, какие-то там волокна заряженные. Вот, конечно, сейчас эта тема хорошо изучена. И давайте разберем, что должно входить в эту самую пору, да, в ее состав, чтобы она могла быть полноценно работающим каналом. Вот в том или ином виде в канале должно быть три основные структуры. Значит, первое, это должна быть центральная водная пора. То есть через нее должна проходить вода. Через каналы эти проходит вода. Вот, ну, это хорошо. Значит, потому что иначе, как мы, ионы через водную среду у нас должны как-то проходить. Второе, у нас в этой поре в центре должно быть сужение. То есть, если он пропускает все, что угодно, такие каналы тоже есть, какие-нибудь коннекционы, да. Через них там глюкоза, АТ, все, что хотите, идет, да. Ну, тоже, как бы, пора, да. Но мы не можем ее называть каналом, который участвует в электрофизиологии, по крайней мере, в нейронах, вот в проведении импульса. Итак, селективный фильтр. Это сужение, и не просто сужение, а в этом сужении могут находиться положительные или отрицательные заряженные отростки аминокислот, которые, соответственно, будут притягивать, например, если они отрицательные, положительные ионы, или отталкивать отрицательные ионы. То есть, получается, что у нас фильтры будут не только по размеру иона, но и по его заряду. То есть, у нас, ну, вот в данном случае нас интересует калий, значит, должна быть внутри аминокислоты отрицательные заряженные, да, какой-нибудь, какой там, аспартат, глутамат, да, и вот они будут выстилать горло вот этого устья и не пускать туда, ну, скажем, тот же самый хлор. Вот, ну, и отдельный механизм — это ворота. Они не привязаны к фильтру, вот, и это створки, которые могут открывать канал и закрывать канал. А уж кто на эту створку будет действовать, мы с вами посмотрим отдельно. Это может быть электрические чувствительные, химические чувствительные, фармакологические чувствительные изнутри клетки, в общем, какие механические чувствительные, какие только створки вообще природа не придумала. Но вот, если мы вернемся к этому самому селективному фильтру, то давно было понятно, почему, например, калий не идет в натриевый канал. Просто, если вы посмотрите в таблицу Менделеева, увидите, что ион калия крупнее, чем натрий, ну, и не лезет он в эту пору, и поэтому проницаемость у натриевых каналов понятна. Почему она такая избирательная? Натрий вообще мелкий, один из самых мелких ионов. А вот наоборот, почему натрий не может проходить в калиевую пору, было непонятно. Ну, он мельче и положительно заряжен, ну, и пусть и проходит, да. А вот, чтобы это было, это, кстати, было непонятно, наверное, до 80-х, даже 90-х годов 20-го века. Вот, и только вспомнив, и даже, ну, про это знали, ну, как-то вот, чем вот хорошо иметь некое системное образование, да, чтобы можно было черпать знания из смежных областей. В данном случае вспомнили о том, что вообще ионы — это не шарики, которые просто так плавают в растворе, да, а они в норме, в растворе всегда, поскольку они положительно заряжены, они притягивают все диполи воды. Вот, то есть у воды водорода с одной стороны, кислород с другой, и вот отрицательная часть кислорода, она притягивается к всем катионам, и они плавают в такой гидратной шубе. Вот, в данном случае у натрия калия 4 воды прилепляются водородными связями, довольно плотно, надо сказать, к иону. И вместе с шубой ион пройти в канал не может, естественно. Так вот, этот самый ион, чтобы пройти через пору, должен раздеться. То есть он должен снять воду и дальше начать протискиваться через канал, вот, через эти самые вот отрицательно заряженные остатки аминокислот. И оказалось, что натрий маленький, и если он снимет все 4 воды, то он двумя, как бы, своими связями не дотянется до другой стороны канала, а залипнет на входе на двух других, куда он прилепился. А чтобы переброситься их 4 посадочные площадки по очереди, чтобы перекинуться с первой, второй на вторую, третью и дальше, он должен зацепиться лапками, как бы, за две стороны канала. Если он туда не дотягивается, до дальней стороны, то он зависает на первом-втором положении и дальше не проходит. Ну, а в гидратной шубе он не пролезает. Вот, собственно говоря, таким образом, да, ну, а так калий полностью снимает с себя 4 этих иона, и вместо них он садится на 4 остатка аминокислоты, и вот так, пым-пым-пым-пым, по очереди туда проваливается. То есть, вот таким образом работает селективный фильтр. Ну, из этого понятно, что более канал для более крупных ионов, ну, скажем, кальциевый, он, в общем-то, сможет спокойно пропустить натрий, да, или не сможет в зависимости от того, какая будет гидратная шуба у этого иона. Поэтому есть каналы специфические по каким-то ионам, есть менее специфические. Но надо помнить, что всегда каналы подтекают, да, то есть все равно через вот этот канал натрий немножко проходит, но в таких довольно следовых концентрациях. Теперь давайте поговорим вот о чем. Мы с вами в нашей модельной задачке брали пипетку, да, и капали солью, делали градиент концентрации по своему разумению, да, добавляли. А какой же там механизм ответственный за это в природе? Значит, и вот этот процесс, на самом деле, является одним самым энергозатратным, самым важным вообще для всех клеток, включая особенно возбудимые. Ну, надо сказать, что до половины АТФ, которые мы с вами мозг у нас потребляет, да, а мозг потребляет 10% того, что мы съели с пищей, да, при том, что он всего 2% по весу от нашего тела, значит, половина этой энергии, до половины, идет на вот эти самые насосы, да, или натрий-калиевая АТФ-фаза, основной насос, который и формирует вот эту разность концентрации. Причем, он делает сразу два дела, а именно, он, тратя одну молекулу АТФ, да, он закачивает 2 иона калия в клетку и выбрасывает 3 натрия наружу. То есть, это такая, вот видите, называется натрий-калиевая АТФ-фаза. Вот, и получается, что при трате одной молекулы АТФ, да, сколько у нас в гликолизе, там всего 2 молекулы, да, синтезируется, да, получается перенос всего лишь 5 ионов через мембрану. Поэтому процесс это очень долгий, да, и чтобы нейрон начал работать как нейрон, он начинается на ранних стадиях эмбриогенеза. То есть, эти каналы, эти насосы экспрессируются одними из первых вообще в клетках, которые будут дальше нервной тканью. Вот, и только к рождению мембранный потенциал более-менее становится похож на то, что есть у нас во взрослом состоянии. Некоторые клетки еще даже не минус 70, а минус 50-60. И, кстати, любопытно, что в этом смысле препараты, которые вызывают, например, психотропные, которые вызывают у нас сонливость, да, у эмбрионов могут вызывать судороги, да, то есть потому что у них еще вот эта вот разность концентрации не выстроилась так, как выстроилась у взрослых людей, ну, у родившихся людей, да, поэтому его можно уподобить, как вот вы берете маленького ручеек или речушку и перегоражить ее дамбой, да, и через там 20 лет у вас получается огромное водохранилище, да, и оно очень долго набирается. А то, что мы говорили про поры, каналы, это те самые заслонки, которые у нас открываются-закрываются, когда мы получаем электроэнергию. Они, конечно, влияют на уровень воды во всем водохранилище, но понятно, что когда мы там включаем лампочку, да, у нас водохранилище не спускается. Я специально, видите, на это акцентирую ваше внимание, чтобы вы понимали, что процесс накачки разницы концентрации ионов и процессы, там, возбуждения, там, проведения импульсов, это процессы разного временного вообще шкалы. То есть один потенциал действия никак практически не повлияет на вот эту вот разность концентрации. Там доли процента теряется ионов, когда проходит один ПД. Ну, сильно зависит от диаметра, конечно, нейроны. И вот этот механизм натрий-калиевая этой фазы оказался настолько отточенным с эволюционной точки зрения и совершенным, что природа сочла ненужным делать много насосов для разных типов транспорта. То есть у нас есть вот эта самая натрий-калиевая этой фаза, ну, вот, например, вот здесь, да, она нам делает много калия внутри, а много натрия снаружи. А раз натрия здесь мало, то мы что можем сделать? Можем сделать колесико, которое будет натрий раскручивать, а вот это силой вот этого вращения, условно говоря, можно перекачивать в другие вещества, которые не хотят идти через мембрану. То есть таким образом мы имеем здесь систему симпортов, да, ну, например, вот видите, с калием идет вместе хлор, да, или какие-нибудь там сахара, да, да и много кто. Вот там какие-нибудь, там, очень много, то есть там десятки, сотни молекул идут либо симпортом, либо, опять же, видите, вот мы видим, что натрий идет так, как ему хочется, то есть, как говорят, по градиенту концентрации, и в обмен вот эта сила выкачивает кальций против огромного градиента концентрации. То есть это будет антипорт. То есть, в общем-то, природа сделала довольно немного насосов, то есть, ну, натрий-калиевая фаза, протонная помпа, кальциевый насос. Ну, то есть, в общем, по пальцу можно пересчитать так называемый первично-активный транспорт, да, а все остальное, представляете, сколько веществ почка должна реабсорбировать, когда у нас фильтруется в первичную мочу, фильтруются все ионы, все низкомолекулярные соединения, даже аминокислоты, да, все-все-все вот это вот фильтруется в первичную мочу. И все вот это надо забрать обратно в кровь, чтобы это все не вылетело из организма. И вот это все делается при помощи симпорта и антипорта. Причем тот же самый почечный каналец, на одной стороне мембраны, на дальней, у нас сидит насос, который дает мембранную разность потенциалов и разность концентрации ионов, а с другой стороны, там много складок, там сидят все эти многочисленные обменники, которые уже закачивают все это дело из просвета канальца. То есть вот такой вот удобный универсальный механизм. Ну а теперь давайте поговорим о том, что и вообще зачем нужен потенциал покоя, да, зачем вот этот трансмембранный потенциал настолько такой выраженный, большой и так сложно создаваемый. Ну, чтобы нам с вами говорить на одном языке, давайте договоримся о терминах. Что такое, значит, деполяризация? Деполяризация — это движение заряда к нулю. Реполяризация — это возвращение к исходному покою. Ну и гиперполяризация — это когда потенциал у нас уходит в сторону минуса. То есть получается, что у нас трансмембранный потенциал по модулю увеличивается. То есть было там минус 70, стал минус 90 — это гиперполяризация. Ну и теперь посмотрим, где же эти процессы у нас здесь наблюдаются. Вот смотрите, мы берем вот нашу самую, ту же самую клетку, да, втыкаем в нее электрод, да, и измеряем трансмембранный потенциал. А дальше берем батарейку и начинаем бить ее током по очереди все больше и больше амплитуды. Вот у нас стимул поменьше, побольше, побольше, побольше. И что мы сначала наблюдаем? Мы сначала наблюдаем небольшие волны на нашем мотвольтметре. Он чуть-чуть отклоняется, и амплитуда этих волн, она соизмеримо и коррелирует с силой тока, которую мы подали. Это так называемый пассивный ответ. Или предспайк он еще называется. Его можно получить вообще, вот взять кусок сала, сунуть туда электроды, сунуть вольтметр, и он будет у вас абсолютно регистрироваться, то же самое. То есть это получается, что токи, которые мы даем, растекаются по соленому раствору, да, емкость мембраны некая есть, она перезаряжается, поэтому у нас прямоугольный импульс превращается в такой плавный подъем и плавный спад при выключении. А так, в общем, ничего живого пока что еще здесь у нас не подключилось. Вот в какой-то момент, когда мы доходим до порогового значения, это, как правило, минус 50 милливольт, вот, все постепенно меняется. Сначала, вот если уж совсем брать детали, вот на предпороговых значениях ответ становится чуть больше, чем мы дали тока. Что-то происходит немножко больше. Но этот ответ затухает, и, в общем-то, он не сильно-то и выражен. Но вот в какой-то момент все идет по-другому. Значит, у нас вдруг, да, мы буквально на милливольт подняли силу тока, да, или там на микроампер, вот, и вдруг у нас получился вот этот самый спайк, дойдя до плюс там 40 милливольт, да, длительностью полмиллисекунды, да, вот во всей своей красе провелся по всему аксону, хоть он метр длиной, не изменяя ни форму, ни размер, да, не, и, причем с достаточно большой скоростью. Вот, а дальше, если мы будем прибавлять стимул, этот спайк не изменится, да, это и будет у нас закон все или ничего. То есть, если мы не дошли до порога, то у нас какие-то вот эти локальные ответы, которые через сантиметр мы уже точно никак не зарегистрируем, да, они у нас не дойдут, затухнут. А тут вот он у нас такой красивый, а еще и после него будет у нас еще, если мы дадим второй импульс, то на него у нас не будет ответа. То есть, он отделен от следующих импульсов периодом невозбудимости или рефрактерности. То есть, получается, что он такой сам по себе, красивый и отдельный. Вот, это вот и будет потенциал действия. Значит, такой потенциал мы зарегистрируем, если мы воткнем электрод в клетку. Но вот почему, собственно говоря, Ходжкин, Хаксли и Кац работали именно на аксоне кальмара? Потому что он гигантский, потому что его диаметр там полмиллиметра, и можно было там серебряным электродом воткнуться внутрь или всунуть его внутрь этого самого аксона. Диаметр аксона позвоночных там в десятки раз меньше, и никакой там железкой вы в него не воткнетесь. И долгое время это была неразрешимая проблема, и все потенциалы регистрировали только снаружи. То есть вот так вот сверху прикладывали два электрода, вот, и смотрели, что будет. Ну, естественно, если у нас потенциал не проводится по волокну, да, в покое, у нас разность потенциалов отсутствует. Да, у нас нерв по всей длине имеет одинаковый зарет. Он внутри отрицательный, а снаружи положительный. Вот на это обратите ваше внимание. На этом можно неправильно ответить на какие-нибудь вопросы на Олимпиаде, да. Что мы измерим, если вот так вот снаружи приложен два электрода? Ничего, будет ноль, да, потому что справа и слева клемма одинаково заряжена, да. Но, спросите вы, а зачем тогда такой странный метод, который потенциал покоя равен нулю? А вот он не странный. Если по волокну идет потенциал действия, то он красным здесь показан, то в области возбуждения у нас уже будет, получается, снаружи минус, да, мы же снаружи мерим, а там еще минуса не будет. Значит, у нас будет скачок вверх. На вольтметр качнется в сторону вот этого отрицательного заряда. Да, мы снаружи мерим все это дело. Вот, дальше у нас что? Потенциал пройдет мимо и дойдет до дальнего электрода. И мы увидим от второго электрода перевернутый такой же импульс. То есть у нас получается двухфазный потенциал, да, который будет просто зеркалом. Первый и вторым будут одинаковы. Вот, но так мы сможем измерить, если будем мерить, например, у себя такие потенциалы. Мы можем взять присоски, приложить их себе к руке, найдя, где здесь нерв проходит вот здесь, вот, и стимулировать где-то в районе плеча батарейкой. И тогда мы можем вот такие потенциалы у себя словить. Почему у себя, а не у лягушки? Потому что большое расстояние, да, и мы должны еще электроды разнести друг от друга далеко. Тогда у нас нерв успеет проскочить между электродами и дать нам ноль между этими самыми потенциалами. Но в реальности электроды расположены друг от друга, ну, там, может быть, сантиметр-два, и у нас дальний электрод будет возбуждаться сразу за ближним. То есть получается, что вот этот нижний, да, импульс, будет постепенно накладываться и срезать задний фронт от верхнего. И получится вот такой вот двухфазный потенциал, у кого учебники старые, да, школьные, там они в таком в кружочке с решеточками нарисованы, вот такой вот остренький вверх, а потом вниз вот такой вот плавный волнообразный, как бы отскок вниз, да. Вот это то, что раньше получали на осциллографах, при внеклеточной регистрации. Да, вот кругленько, потому что там вот окно, как телевизор такой у него был, значит, экран сфористирующий, вот куда все это проецировалось. То есть таким образом мы получим совершенно другой, по-другому выглядящий потенциал при внеклеточной регистрации. Причем вы должны понимать, что по амплитуде он никаких нам, там сколько здесь, минус 70, плюс 40, да, сколько это милливольт получается, 110, да, 0,1 вольта. Здесь мы такого никогда не получим. И мы уже теперь знаем по какой причине. У нас нерв покрыт многослойными оболочками, да, и он не выпускает токи из себя, чтобы не навести друг на дружку, да, возбуждение разным аксоном. Поэтому такой потенциал, в отличие от кардиограммы, например, да, где нет миелина на сердце, да, мы можем, ну, максимум, ну, 6-8 милливольт, сколько может быть на нашем вольтметре. То есть это очень слабенький сигнал. Ну, это понятно почему. Вот, то есть, вот такими способами разными можно получать потенциалы действия. Этот метод до сих пор никем не отменен, потому что он, хотя бы потому что он не инвазивный, да, вы вряд ли разрешите себе даже супертонкие стеклянные электроды втыкать себе в нерв, правильно? Ну, кроме там суровой необходимости, да. А здесь, пожалуйста, присоски, вот, все у вас, все работает. Вот, поэтому для каждого способа свой метод регистрации. Но давайте посмотрим на, теперь что же мы, почему мы получаем такие потенциалы. Ну, и чтобы понять, что происходит, давайте вернемся вот в эти самые сороковые и пятьдесятые годы к опытам Ходжкина и Хаксли, да, и Кацца. Собственно говоря, попробуем след за ними, не зная, что происходит во время потенциала действия, попробуем догадаться, да, вот, как они это сделали и получили за это Нобелевскую премию абсолютно заслуженную. Значит, что они делали? Они стимулировали, соответственно, этот самый аксон, да, и у них была возможность, они мерили токи, которые идут через мембрану. То есть они давали длинный достаточный импульс и смотрели, и видели, что сначала, вот в норме, видите, наблюдался какой-то входящий ток. То есть сила, ну, как они мерили поле, по сути, да, и видели, что какой-то раз потенциалов у нас рождает ток в клетку, чего-то течет в клетку, да, вот. А дальше, ну, они поняли, что это что-то, какой-то положительный ион. Даже, нет, даже это еще было не очень понятно. А дальше они что видели? Что после этого идет довольно долгий выходящий ток, то есть вот это вот двухфазная крива. Что же они сделали дальше? Дальше они взяли яды, да, которые к тому моменту были известны. Ну, известный был, поскольку они работали в Тихоокеанском регионе, там была такая рыба тетродонт, которыми до сих пор регулярно травятся японцы, у которого вот в железах есть, или рыба фугу, да, есть яд тетродотоксин, вот, который, как было показано уже к тому времени, если полить им нерв, то разность концентрации натрия с двух сторон не меняется, да, то есть таким образом сделали вывод, что это блокатор натриевого тока, да. И вот они что сделали? Они добавили этот тетродотоксин и увидели, что, видите, входящая часть у нас исчезла, да, то есть вот осталась только выходящая часть. Окей, они взяли другой аксон, да, и ввели другой яд. Называется он тетраэтиламмоний. Про него вот такими же способами, да, было известно, что после него исчезает калиевый ток. Ну, сейчас известно почему, потому что калиевый в шубе, да, похож на, кто в химию помнит, да, четыре этила, да, из азота торчат, да, то есть там, где у нас вода к калию присоединяется, да, так из азота торчат четыре этиловые группы, ковалентные связи. Поэтому он лезет вместо калия в гидратной шубе туда вот это в горло, в пору каналу, ну, и там безнадежно застревает, поскольку водородные связи воды от калия оторвать легко, а вот ковалентные, естественно, в метилы, этилы, в смысле не оторвешь. Поэтому вот это блокатор калиевых каналов, да. Да, да, у него есть там группа, которая блокирует, но он там с белковой частью взаимодействует, на самом деле. Вот, итак, они получили, что на фоне тетрэтиламонии, видите, остался только натриевый ток. И что еще они сделали? Вот, видите, они были очень люди внимательные. Они посмотрели, что калиевый ток не затухает. Видите, он все время, пока мы деполизовали мембрану, он так и течет, да, наружу. А натриевый ток, мы же здесь продолжаем деполизировать, он хоп и исчез. Вот, это было как раз те самые данные, которые им были достаточны для того, чтобы, собственно, свою теорию-то и выдвинуть. То есть, они решили, что для того, чтобы потенциал действия случился, у нас на короткое время открываются какие-то натриевые поры. Да, а чтобы он, как бы, закончился, должен к этому процессу еще добавиться выходящий ток калия. Вот, собственно говоря, картинка из статьи 52-го года. Если кто читал про те времена состояния биохимии, было таково, что неизвестно было, из чего сделана мембрана. Да, там была мембрана типа сэндвича, да, какая-то гликопротеиновая мембрана. То есть, еще было неизвестно даже, что это за мембрана. Видите, она точечками показана. Так вот, собственно говоря, вот гипотеза этой группы заключалась в том, что, видимо, в мембране есть каналы, да, и вот один из них натриевый канал, у которого есть две створки. Они их назвали М-створка и H-створка. Причем эти створки электрочувствительные. Значит, причем М-створка явно положительно заряжена. Почему? Потому что, когда у нас, как они говорили, внутри, да, минус, снаружи плюс, да, то эта створка у нас закрыта. Да, и когда у нас этот заряд исчезает или переворачивается, то таким образом у нас она, видимо, притягивается к отрицательному заряду и открывается. То есть, вот, либо снимается заряд, и она как-то сама вдвигается внутрь. Вот. Ну и вторая створка, как они считали, тоже положительно заряженная, но она медленная. Она реагирует на то же самое, на что реагирует первая створка, только обратным явлением она закрывается. Но что-то ей мешает делать это одновременно с верхней створкой. Она делает это позже. Вот. То есть, у нас сначала в ответ на исчезновение потенциала открываются, как они назвали, быстрые ворота, начинают входить натрий, где-то четверть миллисекундную туда входит. За это время нижняя створка бежит, 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 бежит вяло и закрывается. И вот, что происходит дальше? Дальше, сколько бы мы не деполяризовали мембрану дальше, нижняя створка просто еще глубже влезет в жерло канала, и канал не откроется. Да? Чтобы у нас канал снова смог реагировать, нам нужно что сделать? Нам надо вернуть потенциал к покою, да? Тогда тут же заклопнется верхняя створка, а вот нижняя створка еще подумает какое-то время, и только потом перейдет в исходное открытое состояние. То есть, у нас будет еще одно состояние, которое здесь не показано. Это где обе створки закрыты. То есть, у нас уже закрылась м-створка, и пока еще никак не откроется нижняя створка. То есть, и пройдя вот это же самое время, пока она лезла внутрь, она будет вылезать и наружу. И вот это время мы после реполяризации прожидаем, вот этот период, да? И тогда уже у нас, вот здесь где-то, у нас эти каналы снова будут возможны к открытию. Вот этот самый цикл Ходжкина, и он оказался удивительно вообще попал в точку. То есть, ровно то, что он абсолютно гипотетически предположил, оно так, в общем-то, и оказалось. Ну вот, если мы разложим эти токи теперь уже на какую-то схемку, то мы видим, что вот вначале у нас быстрый входящий ток натрия, да, и вот следом идет выходящий ток калия. Причем у калиевого канала, как они, собственно, показали, второй створки нет. Он будет хлопать все время, пока у нас мембрана не вернется к покою. То есть, его можно открывать сколько угодно раз подряд. Вот, ну и вот здесь показаны эти токи, как бы вот во время фронтов. Вот у нас натриевый входящий, вот у нас калиевый входящий. То есть, сумма, количество вот этих шариков ионов, сколько вошло, столько и вышло. Да, ну, до штучка уж мы, конечно, считать не будем. Ну, это свойство мы с вами здесь промотаем. И вот эта вот теория, она вот до 90-х годов была абсолютно, как бы такой законченный, но не очень было понятно, собственно говоря, а как выглядит канал, да, что он из себя представляет. Ну, вот модель с двумя створками во всех книжках, как бы, слава богу, но створки-то они на самом деле из чего сделаны, да, и как работают. Они плавно открываются, неплавно, да, там, могут ли они больше открываться, меньше. И вот, собственно, Нейр и Сакман, используя новый метод, как видите, что новые открытия, они, как бы, следуют за грамотным использованием нового метода. То есть, просто открыть метод, придумать метод, это очень здорово, это нужно. Но еще нужно правильно этим методом воспользоваться. Собственно говоря, что они делали? Уже довольно давно, к тому времени, использовали микроэлектродную технику. В 70-е годы научились из стеклянных капилляров, такие трубочки, вот как вот шариковую ручку, вот если возьмете трубочку, где чернила стеклянную, вы в простом варианте электрод можете сделать и сами. Вы берете вольфрамовую проволочку, обматываете ее в середине, вот, и снизу, к этой самой стеклянному капиллярчику, к этому вешаете грузик. Вот, дальше вы подаете ток на эту вольфрамовую проволочку, она раскаляется, да, стекло начинает плавиться, и под весом грузика нижняя часть у нас падает, да. И вот стекло, оно аморфное, оно устроено так, что в момент вот этого отрыва, да, у нас носик, где вот он не схлопывается просто в иглу, а остается микродырочка. То есть получается такая вот трубочка с очень-очень тоненьким кончиком. То есть такой тоненький, что можно воткнуть его в любую клетку. Вот, и дальше мы этот самый электродик аккуратненько ставим в раствор, он за счет капиллярных сил сам заполняется, ну, каким-то соленым раствором. Ну, и дальше что мы делаем? Дальше этот самый микроэлектрод мы специальными, ну, как у микроскопов, винтами вкручиваем в клетку, втыкаем в него уже серебряный толстый провод, и дальше у нас все идет на регистратор, на усилитель. Ну, вот как вот здесь вот, в частности, показано, да, вот. Этот метод отлично там использовали, много всего померили, вот все эти потенциалы, которые я показывал, вот таким способом были получены. Но так мы можем мерить потенциалы только от всей мембраны, да, в токе от целой клетки. А было интересно, а вот что, как померить маленький кусочек мембраны? И был сделан совершенно нетривиальный ход. Они взяли и отломали кончик этой пипетки и оплавили его, то есть сделали как бы обратный регресс, да, как бы зачем делали такие тонкие, а сделали толстый. Так вот, в этом-то был весь и, собственно, фокус. Дальше они взяли эту клетку, ну, нейрон, например, да, подвели к ней электрод и просто всосали в себя кусочек, да, вот это, присосались к мембране, к наружной. И дальше что можно сделать? Дальше можно взять вот это, видите, присосались и резко дернуть. Тогда у нас этот носик выдерет кусочек мембраны, в которой будет там несколько каналов всего лишь. Ну, мы можем там толщину этого варьировать больше-меньше. И вот эту штучку уже, видите, кунаем сюда в раствор и меряем, собственно говоря, вот эти несколько каналов, которые там остались. Вот, можно сделать по-другому, да. Можно сделать, рвануть, сначала резко всосать туда, здесь дырку сделать, да, а потом плавно потянуть. Тогда у нас вот эта вся мембрана, она вот так вот растянется и выделится кусок, как бы, кверх ногами, да. То есть у нас вот здесь вот эта целая клетка замкнется по кругу, а здесь будет дырочка. Чем это, в чем фишка? Здесь мы меряем, что? По сути, у нас мембрана, ну, в клетке как есть, и мы можем менять растворы, как бы имитируя изменение концентрации ионов в цитоплазме, да. То есть это же цитоплазма у нас здесь, бывшая. А вот здесь мы можем менять концентрацию межклеточной среды, да, а мерить, как бы, на выворот. То есть это вот inside-out и outside-out. То есть у нас получается возможность абсолютно без всякой микроскопии подлезть снаружи или внутри клетки, капнуть ядами растворы, поменять соленость, ну и т.д. Да, или мерить снаружи или внутри какие-то токи идут. И что же, собственно, они показали? Что вот сверху были показаны те самые вот эти Ходжкиновские, Хаксли, да, вот эти вот волна, да. Это у нас на фоне тетрадотоксина, да, вот то, что мы видели, да. А вот под ними записи, полученные методом пэтч-клямпа. Это называется метод пэтч-клямп, пэтч-пипетка, значит. Вы видите, что вот та волна, на самом деле, щеточка, она складывается из одиночного открытия натриевых каналов. И мы здесь видим, что каждый натриевый канал во время возбуждения открывается только один раз. А еще мы видим, что амплитуда вот этого скачка, там где-то 1 милливольт, она одинаковая. То есть это означает, что канал так щелк, открылся, и ток запустился с определенной скоростью. Значит, все каналы одинаковые, имеют одинаковую проводимость. И закрылся, да, то есть он работает по принципу on-off, да. А вот калиевый канал, смотрите, видите, он может несколько раз открыться. Несколько раз он нам подергался, открылся, закрылся. То есть у него вот эта створка хлопает одна, да, и она, как бы, он все время может быть открыт. То есть вот вам новый, как бы, получается, глава книги о том, как устроен этот самый потенциал. Ну, потом пэтчи стали всякие разные, про это будем промотаем. Вот, и два слова еще поговорим про то, что уже сейчас более-менее стало понятно, про эту самую ультраструктуру каналов. Каналов, на самом деле, очень много, очень, там, бывает двух, субъединичные, там, четырех, шести. Ну, вот классика, например, вот калиевый канал, например, здесь показан. Ну, это четырехдоменная структура, да, вот четыре домена, да. И в каждом домене обычно бывает по шесть сегментов. То есть домен — это вот крупная штука, да, а внутри каждого домена — сегменты. Сегменты — это просто петля идет туда-обрат, туда-обрат. Вот эти вот, как бы, динамит, да, который вот этот вот, это, это самое у нас, получается, гидрофобные участки, вот. Вот, а петли — это гидрофильные, то есть те, которые любят воду. И они вот так чередуются, и он сам собой так укладывается. Вот, ну, вот здесь изображена у нас водная пора, да, которую мы уже с вами разбирали. Вот, а ниже мы с вами посмотрим на то, как сейчас считается, что выглядит этот самый воротный механизм. Ну, вот считается, что сегмент, я здесь покажу, S4, вот одна из этих цилиндров, ну, некоторые сейчас его помещают вот сюда, сбоку, снаружи. Это не сильно меняет нам картину. Когда он, он, видите, положительно заряжен, как совершенно верно тогда было предположено. И когда у нас канал закрыт, видите, он отрицательным зарядом притягивается внутрь клетки. И он, как бы, пяткой сдавливает этот самое жерло канала. Когда заряд уходит, то эти штуки всплывают. И всплывая, вот эту пятку, они поднимают вверх и открывают, собственно говоря, воротный механизм. Вот это быстрый механизм, видите, он легко плавает вверх-вниз. Вот, электрочувствительный. Вот, ну, а вторые ворота постулируются, что это шар на цепи. То есть, это белковая глобула висит на складчатости, вот, которая при потере заряда, она вплывает туда, вот видите, затыкает пору просто таким заглушкой. И стало понятно, что это медленный механизм, да, который, пока он там развернется, пока сложится, вот туда он, на это требуется некое время. И чтобы закрыть канал, и чтобы потом вернуть его в исходное состояние. Ну, вот здесь, видите, некие такие, в книжках бывают разные варианты, как кто-то считает, что он закрывается вот так, кто-то считает, что здесь какая-то есть створка, да, которая работает. Вот, но известно, что яда, например, которые блокируют вот этот самый канал, они могут работать изнутри. Поэтому здесь, видите, эта створка у нас показана внутренне, как, ну, сам вот крючок, который открывается и закрывается. Ну, и мы знаем, что если мы подберем хороший блокатор к такому натриевому каналу, то в наших руках будет, это либо будет анестетик, то есть мы заблокируем проведение по нервному импульсу, например, от болевых волокон. Да, известно, что болевые волокна тонкие, поэтому их заблокировать проще всего, да, а вот чтобы заблокировать миелиновое волокно, надо несколько перехватов заблокировать, поэтому площади надо много, и она толстая, значит, мембрана большая, их сложнее заблокировать. Поэтому можно, например, избирательно выключить боль, ну, а механическую чувствительность сохранить, по крайней мере, отчасти. Ну, вот, например, там лидокаин какой-нибудь, навокаин, это вот такой местный анестетик. Вот трете, и у вас получается обезболивание, да. Ну, лидокаин, это же прицепление, то есть, это же группы веществ, что и кокаина. Да. То есть, у наркотических веществ будет не тоже блокаторы, не только вот, ну, химических синусов? Да, да. Просто отличие лидокаина от кокаина в том, что лидокаин не проникает через гематоэнцефалический барьер. Кстати, есть небольшая группа людей, у которых гематоэнцефалический барьер имеет немножко другую проводимость, и у них начинаются сильные, там, галлюцинации или прочее на лидокаин, который при этом не оказывает, может, обезболивающего действия. Поэтому вот вас, когда там спрашивают зубы, когда лечить вам, да, спрашивают, есть ли у вас там непереносимость, да. Это вот как раз для этого делается, чтобы у вас узнать, нет ли какого-то вот особенности такой. Вот, ну и, кстати, вот диуретик, например, амилорит, который блокирует ту самую натрию, натриевые каналы, да, и, соответственно, если у нас натрий не реансорбируется, то не реансорбируется вода, и мы выводим мочу в большем количестве. То есть, видите, сколько разных лекарств, поскольку это очень универсальный механизм, можно придумать на блокировке или активации этих самых каналов, ну уж не говоря о ядах различных там животных и растений. Вот, ну, про рефрактерность мы с вами поговорили. Единственное, следует добавить то, что нужно склеить теперь данные про работу одиночного канала и данные про работу целого аксона, да, ведь надо помнить, что у нас на мембране достаточно канал находится в большой плотности, там, 10-12 на квадратный миллиметр, да, и все они находятся в состоянии динамического равновесия. Какой-то канал открыт, какой-то закрыт, какой-то заблокирован, и вся вот эта куча, да, совокупности дает нам вот это вот метастабильное состояние покоя, да. То есть, надо помнить, что даже в покое при минус 70 милливольтах примерно 2-4% натриевых каналов хлопают своими створками. Поэтому какие-то из них открыты пропускают натрий, какие-то заблокированы после открытия, да, какие-то находятся в закрытом, но готовом к открытию состоянии. И вот это состояние, оно как бы так может сдвигаться в зависимости от деполяризации, гиперполяризации, то есть у нас идет постоянно такая вот баланс. И особенно это хорошо видно на рефрактерности. Вот первая часть вот это абсолютная рефрактерность, то есть когда все натриевые каналы, которые сработали, да, они все сработали, да, они заблокированы, всех аж створка, шар на цепи сидит внутри и все. А вот дальше они возвращаются в состояние готовности с разной скоростью. Потому что какие-то раньше открылись, какие-то позже, да, то у нас получается размазанный период относительной рефрактерности, когда часть каналов натриевых уже вернулась в исходное состояние, а часть еще нет. И поэтому, чтобы возбудить нейрон вот в это время, нам надо добавить ему ток снаружи к недостающим натриевым каналам, чтобы порог, который вырос в этот период, мы все равно могли перешагнуть и снова получить потенциал действия. Это будет относительная рефрактерность. Интересный еще один момент, что после относительной рефрактерности у нас может наступать фаза супернормальной возбудимости, когда даже подпороговые сигналы могут вызывать возбуждение, или сигнал должен быть не такой большой, как раньше. На этом может быть основана ритмика. Например, для многих нейронов характерна такая вот спайковая активность, то есть пачечная, да, то есть череда, а потом пауза. То есть вот этим помогает как раз вот эта вот фаза супернормальной возбудимости, как говорят. Связано с тем, что после того, как все каналы были рефрактерны, да, они все, да, теперь готовы открыться после, по окончании рефрактерности. То есть доля каналов, которые может открыться вот в этот период, она стала больше, чем изначально до потенциала действия. Потому что до этого те самые 2-4% каналов, которые были открыты, они же потом были рефрактерных. То есть здесь у нас рефрактерных каналов нет. Да, потому что все они сработали, все вернулись к норме. То есть вот надо понимать, что порог возбуждения, он всегда вот так вот волнообразно, немножко плавает вокруг этих самых минус 70 и не есть константная величина. Ну и напоследок два слова о том, а как проводится импульс при распространении по нервному волокну. Ну, все мы знаем про эстафетный механизм, да. Это когда у нас зашел ток натрия в клетку, в клетке здесь стал минус, а невозбужденный кусочек это, в клетке стал плюс, а невозбужденный кусочек остался минусом. Разность потенциалов, да, и получается токи, которые у нас заставляют открываться каналы на неком окружении. Конечно, задача любого животного проводить импульс как можно быстрее, да, потому что, ну это, чем быстрее вы прыгнете, чем быстрее вы придумаете, что делать, тем больше шансов вас там, что не съедят или вы догоните жертву, да. Поэтому это такой эволюционный топ, да, по конкуренции. Поэтому, что можно сделать? Можно сделать два вида, значит, можно, ну, два приема. Можно увеличить сопротивление мембраны, чтобы токи не растекались по сторонам, а текли только по цитоплазме, вот. А можно уменьшить сопротивление цитоплазмы. И, как бы, с мембраной что-то сделать так не очень просто, потому что, ну, она билипидный слой, как бы, и все, да. А вот если мы сделаем аксон толстым, да, то его цитоплазм будет иметь, ну, как провод, да. Чем толще провод, тем меньше он греется, да, то есть тем меньше его сопротивление. Также и здесь, если мы утолщим провод, то у нас вот это сопротивление в длину цитоплазм будет меньше, и импульс будет распространяться дальше. А что это нам даст? А это нам даст то, что каналы натриевые будут открываться не только здесь, вот, рядышком, но и дальше. Это значит, что у нас волна будет распространяться быстрее, да, вот этот пробег у него будет случаться быстрее. Итак, вот, собственно говоря, пошли этим путем беспозвоночные, да, поэтому гигантский аксон такой гигантский, он проводится со скоростью до 40 метров в секунду. Ну, представьте себе, там, кальмар тоже немаленький, да, ему надо этот свой сифон синхронно сокращать. Собственно, для этого у него такой гигантский аксон и сделан. Вот, но беспозвоночные пошли другим путем. Они взяли и обернули часть своего аксона несколькими слоями швановских клеток. Это глиальные клетки, вот, которые, как блин, намотаны на аксон. И что получается? Что ток, который возник вот в этой части, это называется перехват ранвье, да, ему деваться некуда, он течет, просто течет дальше, никак не теряясь по дороге, потому что там нет вообще ни каналов, нету, ни этих самых толстый слой, там, диэлектриков, да. Поэтому он вынужден дотекать просто как поле, да, ток дотекает до следующего перехвата. Причем обычно он проскакивает 2, 3, даже 5 перехватов, и уже, как бы, уже его достаточно, чтобы он вот там уже начал открывать достаточное количество натриевых каналов. Естественно, при таких скачках амплитуда его падает, да, каждый раз он все-таки теряется, вот. Вот, но и поэтому в этом самом, вот в этих щелях, да, перехватах ранвье, каналов должно быть гораздо больше, чем при вот таком эстафетном передаче сигнала. То есть, чтобы подхватить вот этот теряющийся импульс. Поэтому тут еще бабушка надвое сказала, где энергозатраты будут больше. То есть, если у нас немилиновое тонкое волокно, проводящее там, ну, там, 3-5 метров в секунду, да, вот, на нем каналов немного, волокно тонкое, то это самый экономичный способ проведения импульсов. А вот дальше, как бы, тонкое милиновое 10 метров в секунду, да, тут уже вот плотность большая, это подороже. А если мы еще делаем какие-нибудь, да, мотонейроны толстые милиновые, то у них и перехваты большие, да, и каналов там прям тьма, да, и это самая расходная, как бы, часть в данном случае проведения. Поэтому, где можно отказаться от скорости проведения, там природа, как бы, не использует милиновые волокна. Потому что вы скажете, ну, о чем мы все возьмем, давайте все сделаем милиновые волокна. Скажут, а зачем нам кормить мозг, который так ест все, что мы едим в основном. Вот, поэтому здесь уже идет тонкий баланс между необходимостью и возможностью. Вот, ну, собственно говоря, на этом у меня с вами сегодняшняя первая половинка закончена. Вот, а в следующей лекции мы поговорим о том, а, собственно говоря, зачем вот эти нейроны проводят импульсы. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, постараюсь ответить. Спасибо. 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 Спасибо.